Пределы 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 Примерно с X-XI века на первый план в музыке выходит личность композитора. Но при этом его музыка ничего не стоит, если она не будет услышана. И вот за то, чтобы реализовать, за то, чтобы эта музыка была услышана, за то, чтобы композитор мог реализовывать свои идеи, рассказывать о них, о своих концепциях и так далее, общаться с публикой, отвечает некий посредник. Этот посредник — исполнитель. Исполнитель — слово, говорящее само за себя. Исполнитель, по сути дела, не обладает свободой воли. Всё, что угодно может делать композитор. А что же исполнитель? Посмотрите на симфонический оркестр. Там существует точно такая же иерархия, как и везде, как и в нашей жизни. Там есть отношение начальник-подчинённый. Самый главный начальник — это кто, как вы думаете? Композитор, безусловно. Он написал текст. Есть некое лицо, которое ответственное за то, чтобы более или менее донести адекватно идеи композитора. Это дирижёр, который выходит перед массой в 150-200 человек, в зависимости от того, какова партитура. И говорит ей своими жестами, диктует ей, что делать. Даже в отсутствии дирижёра, исполнитель связан нотным текстом. Есть ли свобода в исполнении чужой музыки? Практически никакой. Многие музыканты говорят об интерпретации, но интерпретация — это 2-3% донесения авторского текста. То есть 97% — это автор-композитор. И самое забавное, что композиторов в нашей жизни, в музыкальной среде, гораздо меньшее количество, чем исполнитель. И исполнитель в силу диктата композиторской лори не может проявить себя. Он не может выйти из этой скорлупы. К сожалению, очень многие из исполнителей даже не хотят, даже не представляют, какие скрытые резервы, какие скрытые возможности содержатся в них, в их душах, в их телах, в их мозгах, в их представлении о мире и так далее. Просто потому, что они свыклись с этой мыслью. Это очень похоже на нашу повседневную жизнь. Это очень похоже на то, как нас регламентируют со всех сторон. Существует некая параллельная музыкальная реальность. Это параллельная музыкальная реальность, с которой мы сталкиваемся, к сожалению, в западном обществе гораздо реже. Называется импровизация. Что есть импровизация? По академическим определениям, импровизация — это спонтанный акт творения музыки. Исполнение музыки, написанной кем-либо, акт далеко не спонтанный. У вас есть инструкция. Вы эту инструкцию расшифровываете, разучиваете, согласно, опять же, канонам и правилам, которым вас обучили. И в точности исполняете ее, как она написана. Что есть импровизация? Никакой инструкции нет. Я подхожу к инструменту, и я не знаю, что будет в следующий момент. Но это совершенно не мешает мне творить музыку на глазах здесь и сейчас. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Я не буду занимать много времени, не буду долго играть, потому что это не концерт, это совершенно другая история. Но, как вы видите, я совершенно ничего не планировал, у меня перед глазами нет никаких нот, я ничего, так сказать, ничего не учил, честно совершенно, так же, как я и не готовил эту речь, между прочим. Вот такое вот странное противоречие, оно странное, если вы знаете, что такое музыка традиционных обществ, при том, что мы очень часто говорим, очень часто противопоставляем наше техногенное общество, общество свободы, общество традиционным, говорим, что там нет личной свободы, там все подчинено общим интересам, там личность играет роль в очень-очень второстепенном. Традиционная музыка, прежде всего, музыка народов Востока, это музыка, основанная на импровизации. Безусловно, эта импровизация творится по определенным правилам, но эти правила служат для организации материала и ни в коем случае не для подавления личности. Каково является система взаимоотношений композитор-исполнитель в случае, если вы исполнитель? В случае, если вы исполнитель, ваше личностное начало абсолютно подавлено композиторским текстом, диктатом композиторской воли. Любопытно, что западная музыка шла к вот этим вот взаимоотношениям композитор-исполнителем достаточно постепенно, и композиторская эпоха западной культуры охватывает примерно период в 10 веков. Примерно с середины 20 века эта ситуация начала меняться. Появилась джазовая музыка, в которой есть регламентация, то есть есть некий способ организации материала. Там есть гармоническая сетка. Дальше вы следуете гармонической сетке темы, гармонической структуре темы. И это отчасти уже представляет собой некую свободу, некий, так сказать, прорыв к свободе. Но при всем при этом джазовый музыка также ограничен, хоть и в меньшей степени, чем, скажем, исполнитель классической музыки, перед глазами которого нотный текст. Он ограничен как раз вот этими паттернами, моделями, гармоническими структурами, он действует в их рамках. Это, безусловно, какой-то определенный шаг в сторону свободы, в сторону воскрепощения исполнителя, но еще недостаточно. И очень любопытно, что во второй половине XX века появилось, так называемое, искусство открытой партитуры. Исполнителям предоставляется не полный текст, а некий набросок, некий вот такой вот импульс, художественный рисованный импульс для проявления фантазии. И исполнитель практически становится соавтором композита. Он интерпретирует открытую партитуру, графическую или текстовую. Графическое — это рисунок, текстовая — это просто, так сказать, набор неких предложений, описывающих действия, которые исполнителям нужно произвести в тот или иной момент. Вот эта партитура является неким стимулом, неким руководством действия для исполнителя. И композитор, и исполнитель существуют в равных липостах. И очень-очень недавно, сравнительно недавно, появилось такое направление, которое называется новоимпровизационная музыка. Или современная импровизационная музыка. Считается, что новоимпровизационная музыка, первое произведение, относящееся к этому жанру, было записано в 1956 году тремя американскими композиторами. Это Лорен Раш, Терри Райли и Полина Ливейрос. В Калифорнии больше 50 лет новоимпровизационная музыка шествует по планете. Лично я возлагаю очень большими надеждами на импровизационную музыку, как на проявление альтернативной реальности, альтернативного образа жизни, в котором стерты границы между исполнителем, композитором и слушателем. Мы в какой-то степени возвращаемся к мистерии, к вавилонским временам, когда не существовало границ между исполнителем и композитом. Вообще фигуры композитора не было. То есть творились некие спонтанные действия, направленные на что? На скрипощение, на обретение своей подлинной природы, на обнаружение себя, какой ты в этот момент здесь и сейчас. Импровизационная музыка творится здесь и сейчас. Ради того, чтобы пропагандировать импровизационную музыку, в городе Новосибирске примерно два года существует лаборатория импровизационной музыки. Она находится в Сибирском центре современного искусства. Мы периодически проводим там встречи, и у нас довольно много людей приходят, которые не владеют инструментами музыкального вообще. Они просто приходят для того, чтобы найти себя, для того, чтобы почувствовать себя в звуке. Для того, как сказал один мой знакомый, замечательный молодой музыкант, я стал звуком. Я обнаружил, что я звук. Для того, чтобы открыть действительно новые пути, новые реальности. Для того, чтобы обрести вот это изначальное, спонтанное, неожиданное, это живое, свободное абсолютно от любых ограничений, от внутренних и внешних рамок. Я желаю всем вам искренне найти эту свободу в себе и найти в себе вот то самое зерно, которое способно существовать вне каких-либо рамок, вне каких-либо границ. Вот то самое состояние, в котором творческое начало будет проявляться здесь и сейчас. Спасибо. Спасибо.